Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Спасибо, что заходите, спасибо, что оставляете свои комментарии. Очень вам признательно. Сегодня я выполняю вашу заявку и рассказываю вам о бюджетных тональных средствах для лица. Здесь же будут и CC кремы, BB кремы, также будут стойкие средства. У меня кожа смешанная, поэтому мне могут подходить в различные сезоны абсолютно разные средства. Думаю, что для вас, моих зрителей, это будет только плюсом, потому что в моей коллекции собрались совершенно разные тональные средства. Сегодня я буду говорить только о хорошем, только о том, что мне действительно нравится и что я действительно рекомендую вам приобрести. У всех кожа разная, на других людях эти средства могут смотреться совершенно по-другому. Поехали! Первое, что сейчас у меня на коже. Это BB крем от компании Miniso, японский бренд, который открыл несколько филиалов в Москве. Также вы можете посмотреть по ссылочке на сайте Miniso, где еще можно приобрести данное средство. Показывала вам его в своем влоге, когда приобретала. Очень хорошее, легкое тональное покрытие, совершенно невесомое. Несмотря на то, что оно дает довольно очевидный перламутровый перелив при сводче на руке, на лице его практически не видно. Оно дает не перламутровый, а такой хороший здоровый цвет лица. Поэтому обратите на него внимание для тех, кто интересуется вот такими вот полупрозрачными покрытиями. Следующее бюджетное средство – это BB крем от компании Чистая линия. Он немного темноват, но прекрасно подстраивается под кожу. При нанесении он расходится в тонкую дымку, прекрасно подстраивается. Из плюсов он увлажняющий, он не сушит мне кожу. Из минусов, естественно, он не стойкий. О стойких средствах мы поговорим отдельно. BB средства никогда практически не бывают стойкими. В общем-то, на целые сутки я и не наношу тональные средства. У него есть такой легкий аромат розы. Это, пожалуй, для многих будет минусом. Не все любят аромат розы. И здесь прямо так и написано – фитотерапия с розой. Опять же, очень бюджетное средство. 100 с небольшим рублей буквально стоит. Приобрести его можно в обычном магазине. Все средства, включающие уходовые компоненты, то есть BB и CC средства, я с легкостью наношу и под глаза в том числе. Однако, всегда дополнительно потом наношу еще в течение дня. Как я уже говорила вам, увлажняющие какие-то кремы у меня очень тонкая кожа под глазами и требует дополнительного увлажнения. Итак, следующий BB крем белорусского производителя. Крем от Vitex. Вы могли видеть его в моем ролике о белорусской косметике. Имеет вот такой вот неопределенный оттенок, полупрозрачный такой оттенок кожи. Он прекрасно подстраивается под свет лица. При растирании он исчезает совершенно. Буквально через несколько секунд вы его вообще не увидите. Из плюсов очень хорошо увлажняет кожу. Из минусов здесь нет фактора защиты никакого от солнца. Поэтому, если вы страдаете повышенной пигментацией, то вам необходимо будет использовать дополнительные кремы защиты. Особенно, если вы будете использовать это средство в теплое время года. Следующий BB крем, также очень недорогой, который есть в моем арсенале. Крем от компании Черный Жемчуг. На мой взгляд, чудесно тоже подстраивается. Само омоложение 56+. Такие тексты типа 56+, как я уже говорила, я не обращаю внимания. Поскольку обычно в таких бюджетных средствах нет супер-супер каких-то подтягивающих компонентов. Поэтому, я считаю, его в принципе могут использовать девушки совершенно любого возраста. Здесь довольно много уходовых компонентов, которые неплохо увлажняют кожу, не подчеркивают морщинки в течение дня. И вообще, все эти средства BB CC крем, они в основном не подчеркивают морщины, если, конечно же, у вас не морщины 90-летней женщины. Прекрасно подстраивается под свет. Давайте покажу вам, какого он цвета. В отличие от предыдущих, он довольно густой. Мне это нравится, в принципе. Часто для того, чтобы добиться более такого натурального, естественного свечения кожи. И более, я бы так сказала, тонкого, нежного покрытия. Но больших изъянов на лице у меня нет, поэтому скрывать мне особо нечего. Если есть, то на это есть точечные какие-то консилеры, да, корректоры. Я добавляю вот такое вот масло от L'Oreal Роскошь Питание. Показываю вам сегодня все бюджетные средства. Масло это стоит, в принципе, недорого, 400 с небольшим. Масло балансирующее. Оно специально создано для смешанной кожи. Пару капель и добавляю вот так прямо в средство тональное. Затем смешиваю и далее уже вот таким вот образом разношу по коже. Эффект получается гораздо более такой здоровой, увлажненной кожи, светящейся. Мне нравится такой эффект. Я не люблю слишком матовую, такую сухую кожу пересушенную. У меня и так довольно вот здесь вот сухие области. И если будет совсем сухо, то будут подчеркиваться какие-то мимические складочки. Я довольно много разговариваю, улыбаюсь, озвучиваю фильмы. Так, вся уже в масле, вся уже в средствах для снятия макияжа. Это еще не все из моей коллекции. Есть еще кое-что. Есть еще замечательное вот такое вот тональное средство. Это CC крем от Ева Мозаик. Это российская компания. По обзору этой косметики у меня есть целый ролик. Для кого будет интересно, посмотрите, пожалуйста. Оставлю вам все ссылочки в описании к этому ролику. Либо вот здесь наверху под восклицательным знаком. Это будет прекрасным средством и выходом из положения, когда вы не хотите носить на лице слишком большую маску из макияжа. Однако хотите чуть-чуть улучшить цвет лица. Я очень советую вам обратить внимание вот на эту парочку от Everyday Minerals. Для тех, у кого жирные веки, под глаза и над глазами, на сами веки, можно накладывать вот такие вот золотистые консилеры. Этот цвет называется Golden Fair. Пудра от Everyday Minerals. Вот такие вот очень простые и удобные средства маскировки и улучшения цвета лица. Я считаю, будет просто находкой для тех, кто живет в теплых странах и городах. И не хочет наносить слишком много косметики на свое лицо. Также они прекрасно маскируют поры, чудесно справляются с краснотой, с синяками под глазами и так далее. Я не могу позволить себе нанести, к сожалению, вот эту золотистую красивую пудрочку под глаза. Но на веки сверху, да, для устойчивости дополнительной, если я использую тени летом. И на лицо, как такой приятный очень отблеск легкого такого тронутого солнцем личика. И сейчас у меня эта пудра на лице. Ее совершенно не видно. Это действительно финишинг, да, такая завершающая пудра. Не очень мелкого помола, и вы их не заметите на лице. Однако все ваши недостатки будут чудесным образом скрыты. Оставляю вам ссылку на эти средства и дополнительную скидку на сайте Herb. Смотрите, пожалуйста, в описании к данному ролику под кнопочкой «Еще». Давайте теперь перейдем к устойчивым средствам бюджетной линейки. Superstay 24 от Maybelline. Вот так вот выглядит флакончик. Средство с дозатором. Довольно густое. Оно дает отличное покрытие. Матовый такой эффект на кожу. Использую я это средство в летний период, когда кожа довольно жирная становится, да, такая немножко влажная. Тогда мне требуется на весь вечер сохранить идеальный макияж. Это номер 03 натуральный бежевый. Если чуть темнее, чуть светлее. Ищите в магазинах. Для тех, кто любит матовый финиш, вам сюда. Но я больше все-таки люблю такие перламутровые слегка оттенки. Я добавляю средство от L'Oreal. Вот так оно выглядит. Это такой люминайзер. Буквально капельку, совсем чуть-чуть. Вот так выглядит на коже это средство. Таким образом я использую все средства стойкие летом. Луминайзер совершенно не мешает стойкости крема от Maybelline Superstay 24. Он точно так же прекрасно держится. Все мероприятия, если мне нужно быть на мероприятии в течение дня, летом, на вечеринке где-то. Это из самых, в общем-то, дорогих, наверное, здесь средств. Все остальные от 100 и выше до 400 рублей. Вот Catrice стоит 400 рублей примерно. Тон 0,10. Вот так вот выглядит это средство. Оно очень-очень-очень жидкое. Прямо льется. Очень натурально. Опять же, светлый тон, который я нашла для себя. Когда оно разносится, оно подстраивается очень хорошо под цвет кожи. И опять же, отлично маскирует все недостатки. Конечно же, средства такого плана довольно сухие. Я не кладу под глаза. В отличие от BBCC крема. Его совершенно не видно на коже при растушевке. Оно не западает в поры. Оно чудесно, чудесно маскирует все недостатки. Если они есть, например, сосудики, какую-то красноту. И вот уже с этими средствами, естественно, никакими другими цветными консилерами я не пользуюсь. Ну, как я уже сказала, за исключением под глаза. В этих средствах нет SPF. Поэтому используйте, пожалуйста, обязательно. Не забывайте SPF защиту, если вы используете их летом. Следующее средство от компании ELF. Это средство для жирной кожи. Вот прям конкретно для жирной кожи. Потому что оно oil-free. То есть, оно вообще без масел. Здесь есть уходовые компоненты. Большой плюс в том, что здесь есть SPF 15. Средство прекрасно подходит для чувствительной кожи. Оно также, как вы видите, с дозатором. Тяжелое. Средство от ELF я приобретаю на iHerb. Вот так вот оно выглядит. Оно чудесно подстраивается под цвет кожи. Насколько я понимаю, я выбрала самый светлый оттенок. На сайте iHerb вы можете его найти. Натуральный беш оттенок. Очень-очень здорово перекрывает тоже недостатки. В чем плюсы этого средства? Конечно, если у вас очень жирная кожа, вы можете использовать его просто на целый день. Накладывая. Я его пробовала в бешеную жару. И даже один раз использовала в фитнес-клубе. Просто не успела снять его с лица. И крутила педаль с ним. И да, я была вся абсолютно мокрая. Но он не потек. И он чудесно держится в течение дня. Очень советую вам обратить на него внимание. Я уже точно не помню цену. Посмотрите на сайте iHerb. Я оставляю вам все ссылочки в описании. Итак, это были три средства, которые я использую на лето. На более жирную кожу, когда поры расширены. Эти средства я не кладу под глаза. У нас с вами будет два консилера или корректора, как еще их называют. Я их использую только как корректоры точечные. Корректор от Эльф. Из той же самой серии, что и крем. Как вы видите, крем более светлый. Корректор более темный. Я понимаю, я нашла вроде бы как самый светлый цвет. Ну, в целом, неплохо. Использую я его только летом. Летом все равно кожа чуть-чуть меняет цвет. Как бы вы не защищались. В принципе, по большому счету, вот сейчас его не сильно видно. Он чудесно перекрывает недоставки. Точечно. Ну, вот давайте буквально сейчас капельку вот сюда нанесу. У меня здесь видны сосудики. То есть, вот этот BB крем от Минесол. Фактически такой прозрачный. И вот видите, сосудики исчезают. То есть, оно имеет очень плотное покрытие. Какие-то точечки, пигментные пятнышки, прыщики. Замечательно скрывает. И, конечно же, не могла пройти мимо вот этого чудесного средства от Catrice. Оно очень плотное. Его видно. Да, но если у вас есть действительно что замаскировать, оно чудесно перекроет. Показываю вам все близко, чтобы вы могли рассмотреть. Ценок 0,10. У меня самый светлый. Много, как вы видите, вот он рядышком светлее, чем Эльф. И его я как раз использую, когда кожа совсем не загорелая. Видите, он такой светлый. Оба вот эти вот средства чудесно пигментированные. Они такие плотные. Они закрывают все. Это, видимо, розоцель, какие-то сосудики расширенные. Да, что-то, что есть замаскировать. Вот это замечательно. Ну, естественно, Эльф дешевле и чуть-чуть дороже Catrice. Эльф заказывается на Ахерп. И Catrice вы можете приобрести совершенно в любом магазине. В каких-то супер случаях, когда мне нужна дополнительная стойкость, когда очень жарко, например, или когда я чувствую, что по каким-то причинам сибы очень сильно выделяются в зоне ТЭБ, связанные со здоровьем, гормональные, сезонные, различные могут быть этому причины. Я использую вот такой вот закрепитель для макияжа, тоже от Эльф. Он очень-очень бюджетный. Называется он Makeup Mist & Set. Продается он на сайте Ахерп. Вот этот рио дает потрясающий результат. Всю ночь, наверное, можно просто танцевать, если вы нанесли вот эти средства на свое лицо. Даже очень жирная кожа будет ими довольна. У него довольно такой вот мелкий дозатор, да, просто вот так вот на лицо. Никакого неприятного аромата он не имеет. У меня, например, нет на него никакого раздражения, хотя глаза у меня довольно чувствительны. Зона вокруг глаз очень часто пощипывает. Если есть какие-то такие спорные ингредиенты в кремах, уходовых средствах или косметике декоративной, от него у меня нет никакой аллергии. Поэтому я могу вам смело его рекомендовать. Это были все средства на сегодня тональные, с легким покрытием, с более плотным покрытием, совсем невесомые и даже пудровые, которыми я хотела с вами поделиться. Я надеюсь, что благодаря этому видео вы сможете сэкономить. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!